так продолжаем создавать наш сайт и на очереди у нас с вами 7 блок этот блок будет посвящен отзывам об экскурсии и давайте сделаем разметку для этого блока создаем новую строку и в этой строке нам нужно сделать с вами вот такую разметку первая строка у нас будет под заголовок и она будет занимать 12 значений следующая строка у нас будет разбита на две колонки по 6 и третью строку мы тоже разобьем на две колонки по 6 принципе мы могли с вами сделать структуру 12 плюс 6 6 и все но я решил сделать таким образом чтобы наше дополнение не зависели друг от друга потому что когда будет экран адаптироваться имеется ввиду от меняться адаптивность то они выстраиваются в одну колонку и по какому принципу это делается получается что первые всегда будут сверху вторые будут снизу и если бы мы сделали просто 66 две колонки то у нас здесь было бы два отзыва здесь два отзыва принципе без разницы потому что эта колонка стала бы сюда 1 а эта колонка стала бы вниз но когда мы создаем прямо четыре отдельных колонки по 6 то есть соответственно они будут размещаться правильно то есть по очереди сначала это потом это потом это потом это и для этого я собственно и сделал только 6 6 6 6 6 6 можно было принципе сделать и просто меньшее количество то есть просто сделать 12 плюс 6 плюс 6 6 тут уже на свое усмотрение вы смотрите как вам лучше но я сделаю вот так нажимаю сгенерировать а ну все я уже сгенерировал принципе давайте теперь создадим заголовок заголовок у нас стандартный с теми же параметрами поэтому скопируем последний и просто мы его перетянем вниз так сейчас нам карта не позволит сделать так давайте немножко прокрутим и вот уже ниже протянем все сюда бросаем заголовок сразу же напишем отзывы об экскурсии отзывы курсе сделаем небольшой отступ добавим сверху сделаем 100 пикселей далее нам уже нужно будет просто вставлять дополнение отзывы она называется testimonials переносим его размещаем вот здесь теперь нам нужно настроить данное дополнение для этого мы скопируем с вами текст первого отзыва ставим его сразу дальше нам нужно это все дело выровнять по левую ну по левому краю для этого нам нужно сами в настройках найти такое значение она будет самом низу почти контент а лично выравнивание контента выравниваем его по левую сторону вот таким вот образом у нас все встало дальше что нам нужно сделать нам нужно с вами задать иконку иконку нашего аватар аватар клиент здесь есть такой раздел avatar options и выбираем изображение нашего клиента также повторюсь что изображение должны быть квадратные потому что мы будем делать круглыми и для этого чтобы пропорционный пропорциональный круг получился нужно чтобы картинка была квадратным дальше для того чтобы так нам во первых надо сделать размер аватара больше сейчас он у нас 32 пикселя давайте сделаем 80 увеличим размер сделаем 80 пикселей дальше включим расположение аватара то есть она сейчас у нас получается в строку вместе с именем но нам нужно сделать положение его вертикально то есть над между текстом и именем этот переключатель как раз отвечает за это дальше здесь указана ссылка ссылку мы с вами удаляем это демо ссылка далее так так здесь у нас получается все правильно и нам нужно с вами задать имя имя нашего клиента для этого вот джон доллар стираем и пишем как у нас в примере евгения пишем евгения дальше name color сделаем шрифт серый будет такой 52 52 52 несложно его запомнить размер шрифта мы сделаем размер шрифта имени мы сделаем 26 далее мы сделаем толщину шрифта здесь это можно сделать light это сад light это соответствует значению 300 который мы с вами выставляли визуальном редакторе выставляем 300 дальше нам надо с вами задать шрифт шрифт нас будет монсеррат задали шрифт далее нам нужно удалить компанию клиента это в принципе не актуально после этого так нам нужно с вами будет сделать сейчас значением отзывов точнее отзыв показывать рейтинг отзыва то есть какую оценку поставили поставил клиент нашей экскурсии нашей экскурсии для этого здесь есть раздел рейтинг options опции на настройки рейтинга и переключатель если вы включите то здесь появятся дополнительные настройки так их нет они здесь после этого появляются вот такие звезды у нас появились сейчас что нужно сделать нужно указать сколько звезд у нас будет с вами отмечено то есть их максимум 5 поставим 4 звезды далее нам нужно с вами указать какой будет цвет у этих вот звездочек он нас будет желтый но желтый будет такой который мы с вами использовали так вот здесь нет не здесь сейчас нет нет там будет другой шрифт мой другой цвет я его сейчас скопирую с примера и вставлю вы его просто наберите на клавиатуре это шрифт е-ф-си-ф-08 и получите вот нужно желтый цвет дальше что еще у нас здесь есть эти настройки мы оставимся по умолчанию это размер звезд то есть можно сделать крупно можно делать меньше над 16 как было так оставим и это отступы между звездами мы их тоже оставим не будем трогать ведь если сделать сверху отступ 20 то поднимается если сделать сбоку 15 то идет как бы расстояние больше между звездами но мы не будем трогать оставим как есть все принципе мы здесь с вами все сделали настроили один отзыв нажимаем сохранить еще скажу что здесь можно менять цвет вот этой вот иконки допустим сейчас такой я сохраню здесь можно в принципе поменять на любой другой какой вам нравится какой подходит а я оставлю тот который был плюс можно менять ее размер плохо что здесь нельзя менять саму иконку либо ставить какую-то свою ее можно полностью отключить чтобы не было но поставить какую-то свою здесь нельзя что еще мы не сделали принципе мы сделали наверное все мы добавили да все значения мы добавили теперь нам что остается нам нужно просто продублировать но перед этим мы зайдем на стройке опять же этого отзыва и в стилях сделаем отступ внешний отступ от него так давайте забьем 0 пикселей снимем замочек и не не отступ мы сделаем 50 пикселей это для того чтобы они не сливались раз во вторых когда будем адаптировать и когда они станут все друг над другом чтобы между ними было пространство соответственно я настраиваю для этого первое дополнение чтобы других уже этот отступ присутствовал и не приходилось потом у каждого прописывать все по новой теперь мы раскидываем эти дополнения с отзывами в наши колонки нажимаем сохранить и теперь нам остается только перенести фотографии тексты других других участников для этого я сейчас нажму на паузу быстренько все сделаю и вернусь к вам и так я добавил все оставшиеся отзывы к нам на страницу нажимаем сохраниться и возвращаемся на сайт и обновляемся таким образом мы получаем с вами седьмой блок отзывы в экскурсии где видим что люди оставили отзывы свои на этом я видео заканчиваю переходим к следующему видео в котором мы будем делать с вами последний мой блог